ты знаешь как писали в чате наши зрители сегодня у нас эфир какой-то не выходного дня мы очень много говорили про события и на фронте и не все они конечно же такие радостные для россиян не все большинство да и с тобой тебя мы позвали поговорить в первую очередь о случае который вот меня вчера очень сильно поразил ну да я был просто шокирован политзаключенная антонина зинина вскрыла себе вены в колонии вот что с ней произошло я прошу тебя рассказать и пояснить почему как как ты считаешь это произошло что это все значит я напомню про антонину зимину ей 38 лет она села на 13 с половиной лет до войны еще и дело было на ее собственно собственно свадьбе она выходила замуж за мужчину по фамилии антонец и это было год 16 и на свадьбе были однокурсники жениха то есть мужа и один из них оказался сотрудником фсб и то что его сфотографировали и он оказался на фотографиях он посчитал что это государственная измена и его вскрыли сдали и так далее и началось уголовное дело которым до сих пор мало что знаем потому что статья 275 измена родине она и у антонина и ее мужу он тоже сидит у него 12 с половиной лет у него на полгода поменьше и после этого антонина она вообще специалист по политике стран балтия она была обвинена в сотрудничестве с латышской разведкой заодно и мужа обвинили которая не имела никакого доступа никаким секретом правда как антонина собственно были обвинены осуждены еще это было до войны двадцатого года не получили свои сроки они сидят в ленинградской области они жители калининграда и антонина с самого начала она сидит в колонии номер два поселке ульяновка ленинградской области она самого начала повела себя как человек который будет бороться за собственно достоинство за свое достоинство и на сказать что антонина всегда еще и борется за других она пишет что не в отряде там одна женщина онкологическая там одна женщина не может вставать там ее гонят на зарядку она пытается помочь и другим это не первый случай такого острого конфликта администрации с антониной надо сказать что уже вот в этом году я помню на несколько раз сидела в шизо потом она переведена была в сус стройе условия содержания насчет каких не претензии работая на швейке она весной боролась с тем что на на промке на этом швейном цеху в женском туалете сняли двери с петель то есть как-то открытое при пространство туалетное в рамках борьбы с курением курить нельзя поэтому туалет в туалетах снимаются двери при этом сотрудники кто приходит проверять что здесь не курят они ходят с регистраторами то есть если ты сидишь на унитазе да то в общем тебя снимают в кино собственно и это вот эта борьба с со снятыми дверями у нее закончилась позитивно и хоть и посадили в шизу но двери вернули и то есть она вполне себе победила а сейчас речь идет о том что написала большое письмо и где подробно рассказала как ее начали шмонать пришел новый начальник его зовут артем горшков и впервые при этом начальники то есть вопреки всем правилам сина всем правилам распорядка всем пвр ее заставляют приседать чтобы понять если запрещенные места в разных укромных уголках нашего организма предмета без одежды и на видеокамеру на видеокамеру два регистратора она отказалась это делать а действительно это дело запрещено она отказалась это делать потому что доступ к этим записям имеет в числе и мужчины сотрудники за что была отправлена в шизу ее заставили писать объяснение а у нее поднялось давление пришел врач сказал что давление это нормально 160 на 111 и принесли листы бумаги для того что написала объяснение почему она лежит при давлении 162 там на 111 она достала мойку то есть лезвие и вскрыл себе вены но какие как вот эти действия сотрудников ведь очевидно если это запрещено заставлять раздеваться и приседать под видеорегистратор то последствия какие-то должны быть ну вы знаете нет ничего не будет сотрудникам хотя потому что антонина политзаключенная антонина человек например который не перестает например бороться с вербовкой женщин в колонии в этой а вербовка там идет вовсю например на войну и надо сказать что вообще отношение к женщинам политзаключенным практически везде очень-очень плохой мы знаем с вами о судьбе журналистки марии пономаренко сейчас очень много говорят и пишут вообще-то надо больше а судьбе студентки томаска и татьяна лолитиной на мой взгляд очень талантливой художницы которая тоже была суждена за гос измену за то что за то что перевела 24 февраля 22 года 10 долларов в ссу и там издевательство вообще невероятно это уже приговор вступил законную силу она была на апелляции из томска через новосибирск в город мариинск потом мы вернули назад в новосибирск сизо где не дали ни передачи от матери не сухой паёк не медицинскую помощь ничего ознакомили ее с уступившим силу приговором просто зачитали приговор и отправили этапом назад в кемеровская область на этот раз и понимаете да то есть надо проехать несколько этапов несколько пересыльных тюрьм несколько сизо для того чтобы тебе зачитали бумажку которая тебе обязана послать по почте и тем же порядком назад выбирать колонию то есть она начали знать какой колонии будет сидеть она конечно не иметь права выбирать это выбирает начальство при всем при том что ждала передачи от мамы и лекарства от мамы и сухой паёк не был положен нет 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 потому что могут потому что могут а сейчас что с антониной каким образом вообще это дело может развиваться я думаю что будет развиваться она пока печально потому что конечно у нее уже есть профучет то есть красная полоса в деле как склоны к побегу что довольно странно и я думаю что сейчас у нее будет полоса склонна к суициду да то есть это тоже профучет у нее и так в общем то не было перспектив но удобно это все больше и больше их отдаляет насколько я знаю сейчас антонина не в колонии и насколько я знаю она на экспертизе да и на самом деле может развиваться эта ситуация самым худшим образом например могут перевести из колонии просто тюремную больницу психологию психиатрическую и вот это будет уже да мы все время говорим о том как возвращается советские практики но то что возвращается советская практика репрессивной психиатрии то есть это уже вот уже мистецкий факт давно случившееся поддайте посмотрим на там она господина шамана грабышева оля я хочу к другой теме перейти но сначала вспомнить старую историю я не один раз рассказывал в эфире хочу ее напомнить это я называю эту тему знаешь как это увековечивание памяти людоедов в 2016 году наш тобой общий знакомый правозащитник из коми эрнест мезок поехал как член о н к в одну из колоний ну чтобы посмотреть насколько соблюдаются меры в этой колонии условия содержания и что он обнаружил это было в городе мику не республики коми на выходе он обнаружил табличку я сейчас мы вам покажем ее еще зачитаю на этом месте началось строительство исправительной колонии памятная доска установлена шестнадцатом году в знак уважения и благодарности первостроителям и сотрудникам создателям колонии я помню что ты увидела эту табличку опубликовала у себя ее и вот после этого новость получила ну такой всероссийский охват об этом стали писать большие медиа и эту табличку демонтировали и вот в шестнадцатом году до увековечивание людоедов не состоялось табличку эту сняли во многом благодаря тебе ну потому что еще раз да ты тоже была на связи с эрнестом не знаю как сейчас что происходит в эти дни в очередном городе установили памятник сталину в находке давайте посмотрим вот эти вот кадры и для меня это новости одного порядка увековечивание людоедов вот и в кпрф которые установили этот памятник теперь надеются что скоро их будут устанавливать по всей стране что скажешь особенно конечно горько что это происходит именно в эти дни я напомню что 29 октября и 30 октября это день памяти политзаключенных и чтение имен возвращение имен и что в эти дни появляются памятник людоеду который ответственно за гибель по меньшей мере двух миллионов людей то это очень цинично занять времена изменить время изменит память и снова снесу снова уберу времена изменится и все равно сталин в истории останется человеческой как тиран людоед как человек который собственно был инициатором и соавтором массовых репрессий в огромной стране как правитель который нагнал столько страху в наши гены и столько подобострастия что последствия конечно увидим до сих пор и будем еще долго долго из этого источника отравленного пить долго конце концов и то что происходит сейчас и война сейчас и путин это все порождение конечно той эпохи сталинской эпохи и чем дольше это длится тем больше нам это все расслевывать боишься уже не нам кстати сказать боюсь что внукам и правнукам а практики тюремные это же тоже тюремные практики той эпохи ныне который сейчас мы видим как раз я собственно и вспомнила что протопитом ябаньку по белому я белого света отвык на левой груди профиль сталина на правой марины ванфас профиль стали надо всегда же кололи зэки для чего себе считалось что не будут сталина стрелять еще как бы еще как будут то есть сталина кололи тогда не из безмерного уважения а для того чтобы попытаться сохранить себе жизнь таким образом вот такое ложное и я бы сказала так у нас нет конечно пока слава ти господи сталинских расстрельных практик но всегда казалось преувеличением когда еще при раннем пути говорили что возрождается сталинская гулаговская система что возрождается сталинские принципы казалось что такое сильное преувеличение но вернулись сталинские сроки 20 лет 25 лет сейчас как дети в школу вообще ничего не ничего не удивляешься та же помянута мной студентка таня лалетина с чудесными рисунками она что сказал получив девять лет за эти самые 10 долларов в ссу она сказала слава богу девять лет она ожидала больше она уже она умная девочка на все прочитала на все понимает девять лет слава богу понимаете в 20 лет получить день сказать слава богу это полное создавание умными молодыми людьми что происходит я короткую историю хочу рассказать пять лет назад я снимал документальный репортаж он называется здесь был гулаг для нашего проекта 7 на 7 я скину сейчас ссылку в комментарии и но он был о том как появлялись города в республике коми это и воркута инта и печора и около сыктывкара как зоны вырастали ну да в соседних районах и там одним из моих героев был анатолий смелингис он из литвы его забрали в во время большого террора и вывезли да вывезли на в коме чтобы он валил лес здесь вот человеку 93 года вот мы записывали интервью когда ему было 93 года и он рассказывал там такой ужасный случай что вот они уже вот на этом лесу повали и значит это какой-то сорок второй и сорок третий год и один из его коллег он они убивают лошадь чтобы потом там не знаю вот там мясо поесть и они набирают в кровь лошадиную кровь так вот в кружках и один из людей говорит вот я поднимаю тост чтобы сталин сдох а смелингис рассказывает говорит это был сорок третий год а я говорит понятия не имел кто такой сталин и потом смелингис освободившись оставшись прожить всю жизнь в республике коми посвятил тому чтобы стать правозащитником чтобы поднимать архивы чтобы находить места расстрелов и вот в этот момент это была поворотная точка вот чтобы мы не забывали к слову ссылку сейчас на этот репортаж скину еще к одной теме супруга жена маяковца артема комардина рассказала что его не лечат в сизо а цензор отказывается передавать письма из-за плохого почерка но эта практика исключительно для политических заключенных когда и ну не лечат это может быть но вот не передают письма заставляют переписывать письма или это вообще распространенная практика вовсин да давайте разделить два вопроса письма это политика письма это всегда политика поэтому здесь и цензор я думаю действовал не самостоятельно у него была команда обычно это такое наказание за строптивость ну то есть артемка марзин по всей видимости не выполняет чего-то чего от него хотят не пишут не знаю там заявление там не стучит нас о камерников не пишут явки с повинной и так далее что то он не делает того чего от него хотят поэтому то явно совершенно вот этот показатель что касается не лечит никого вовсе не лечит никого и ну то есть это факт но есть конечно особые случаи когда можно вставить и виниры себе и пройти какое-то обследование дорогое то есть это деньги не быть политическим и договариваться на воле с довольно большим начальством то есть еще и поддержка с воли я знаю случай когда люди в коме сидящие сидевшие вполне себе проводили время и в частных клиниках и ездили на обследование дорогие и так далее это вопрос договоренности тут главное не быть политически политически то все оля у нас непростой эфир выходного дня breakfast show weekend ну дай нам какую-то надежду в конце ну скажи что нибудь хорошее не знаю но нам нужно нам нужен свет в конце нашего очень непростого эфира знаете я я так скажу я в эфире была слушала эфир от и до и услышала заявление маши захаровой по поводу того что украина не забирает своих военных пленных очень мощное заявление вне всякого сомнения но знаете что я хочу сказать что я последнее время очень много общаюсь с украинцами это и военно пленные и гражданские какие угодно которые получили например россии пожизненные сроки и к ним ездят адвокаты в очень разные очень разные места на острове русский был адвокат собственно влагодской области тот самый влагодский пятак и в торбии в этом ордове и в оренбургской области в черном дельфине и знаете меня все время поражало и поражает как вот люди которые в очень тяжелых условиях находятся и получили пожизненное вообще не теряют оптимизма и абсолютно убеждены в том что их очень скоро обменяют и в последнем моменте было 20 человек пожизненных обменен 20 20 то есть да у меня еще остались подопечные пожизненные но в основном все уехали в основном все уехали и когда обменяли парня алиева очень хороший парень мы просто еще и семьей общаемся как раз на острове русский сидел и там было не удалка за несколько дней до обмена и я тоже спросил а чуть не сказал чтобы поменять это нельзя было говорить он не сказал тихонечко да ну понятно что мог сорваться обмен ну да все правильно сделал ничего не сказал все правильно сделал но не теряйте бодрости как сказал жене биркович вот это сказала на самом деле распространенную тюремную пословицу поговорку срок не резина тюрьма не могила мы должны пережить мы даже пережить мы должны пережить путина мы должны пережить и попытаться все таки вот этими какими-то руками да попытаться восстановить страну главное это все пережить украинцы переживают и возвращаются народу спасибо тебе огромное хорошего тебе дня я надеюсь что да будем будем ждать и здесь в студии ну и просто в гости в эфирах спасибо тебе большое спасибо хорошего дня